В декабре 2021 года в рамках региональной программы «Повестка женского предпринимательства» в странах Центральной Азии была создана Коалиция по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства в Казахстане, объединившая более 30 женских бизнес-ассоциаций и женских организаций гражданского общества. Совместными усилиями Коалиция разработала «Повестку женского предпринимательства» в Казахстане. Это дорожная карта, в которой прописаны основные правовые и гендерные барьеры, препятствующие вовлечению женщин в экономическую деятельность страны. В документе определены основные приоритетные вопросы в женском и социальном предпринимательстве, выработанные рекомендации для правительства по решению этих вопросов. В основу «Повестки женского предпринимательства» в Казахстане легли данные опросов, проведенных среди женщин-предпринимателей в шести регионах Казахстана в 2022 году. Цель опросов определит основные барьеры, с которыми сталкиваются женщины в предпринимательской деятельности, в доступе к ресурсам, возможностям для развития бизнеса, гендерных барьеров в женском предпринимательстве, в представительстве женщин, в госуправлении и на руководящих позициях. В ходе многочисленных обсуждений с женским бизнес-сообществом представителями МПО большинство опрошенных затруднялось дать четкое определение женскому предпринимательству. Действительно, женское предпринимательство в Казахстане отличает небольшие масштабы, сосредоточенность в таких сферах, так торговля, образование, здравоохранение, бытовые услуги, сфера недвижимости, индустрии питания, легкая промышленность, туризм. На женские отрасли приходится основная доля теневого сектора экономики Казахстана. Коалиции было определено, что для начала необходимо разработать юридическое определение женского предпринимательства и вести его в национальный проект по развитию предпринимательства. Отсутствие понятия женское предпринимательство может создать барьер для финансирования соответствующих программ в поддержку женщин-предпринимателей. Так считают в коалиции. Как только данное определение будет включено в проект и бюджеты будут распределяться в соответствии со статистическими данными, которые будут показывать, насколько женщины активно участвуют в предпринимательстве, считает Аида Альжанова, эксперт по разработке повестки женского предпринимательства в Казахстане. Коалиция убеждена, что прежде чем начать решать масштабные вопросы, необходимо начать с основы определить понятие женское предпринимательство.